Но вы тут, конечно, личность прорывная, пробивная. То есть вы такая, если вам захотелось чего-то, говно, как говорится, загорелось, вы этого добьетесь. Если не по-хорошему, то по-плохому. Если не так, то по-другому. Вы будете пытаться, находите возможности, как это сделать. Сейчас не получается, вы немного обождете, отпустите ситуацию. Но со временем вы все равно, возможно, поменяете тактику, но попытаетесь этого добиться. Все равно это будет ваша настойчивая, напористая женщина меня смотрит. Водить, тут вождение, вождение. Кто-то любит водить автомобиль или у кого-то мечта научиться водить автомобиль, напишите. Тут прям мечта мне пошла. Кто-то хочет научиться водить автомобиль. Или кто-то уже водит. Много поездок у вас, много перемещений. Или ваша деятельность связана, ваш род деятельности, работа связана с поездками, перемещения, командировки. Или вы, в принципе, любите путешествовать. Вот вам надо обязательно, по этой карте вам обязательно прописано куда-то ездить. Вы даже могли замечать, если вы несколько месяцев, полгода никуда не ездите, вот из города не выезжаете, все, у вас начинается ломка. Вам обязательно нужно смена места, локации. Как минимум куда-то выехать, просто на природу, куда-то за черту города. Смените локацию, смените местоположение, иначе у вас начинается ломка. Вам плохо уже, вам хочется куда-то вырваться, выехать, поехать куда-то. Элементарно, в другой город съездить с детьми, погулять. Вы прям в этом нуждаетесь. Вы задыхаетесь, если у вас нет возможности этого сделать, реализовать. Довольно удачливый человек. Ну, в принципе, семерка, число семь, это удачливое число счастливчиков, да? Число счастливчиков. Бог сотворил землю, и все за семь дней. Вы знаете, вот почему-то такое идет, что когда с вами что-то происходит, какие-то ситуации, вы как вырываетесь, выходите сухими из воды. Может быть, у вас даже много раз было каких-то ситуаций на грани жизни и смерти. Вас вырывали прям, вас оттуда вырывали за шкирки высшие силы. На грани жизни и смерти были. Остались живой. Шанс вам постоянно дают. Еще колесо судьбы, да, вы реально как счастливчик. Рубашки выросли, родились. Или вы рождались. Фу. Или вы рождались, как у вас удушье было, удушье. То есть, во время родов была тяжелая ситуация. То ли кесарево делали, то ли удушье было, что-то такое. Тяжелая ситуация с вами была во время родов. То есть, вы на свет тяжело появлялись. Или вы только-только родились, там, до месяца, до месяца с вами могла приключиться какая-то болячка. И вы могли умереть из-за этого. Но вы выжили, тоже вас вытянули. Да, реально вы тут в рубашке родились. Счастливчик. По этой карте говорят, о чем вы подумаете, может ваше желание исполняться. Вот смотрите, я уже сколько всего перечислила. Вот это есть все ваши сильные стороны. Если вы будете постоянно перемещаться, просто, как минимум, как я сказала, с детьми поехать в соседний город прогуляться на выходные, уже для вас это будет хорошо. Уже у вас не будет вот этого застоя. Вы будете двигаться по пути своего предназначения. То есть, у вас это прописано по судьбе, по вашей матрице судьбы. Чтобы вы постоянно были в перемещениях, тогда у вас в жизни будет все хорошо. Не будет застоя в жизни. И в принципе, да, вот у вас такие ситуации, когда хочешь, не хочешь, вы вынуждены, вас заставляют верить в высшие силы. Вас заставляют верить в какие-то вот как чудеса, да, что чудеса есть, чудеса происходят. Потому что у вас такие ситуации были реально в жизни, что хочешь, не хочешь, а поверишь в чудеса, да, в какую-то магию, мэджик. Ну, что просто так это не могло произойти. Я не знаю, расклад просто это какой-то фееричный расклад. То есть, и в этом ваша сильная сторона, продолжать верить в высшие силы, в чудеса, в магию. Так, еще пару минут, потому что... Ваше предназначение в чем? Давайте так. Карта победителя. Да, вы о чем не подумаете, у вас все может, как это называется, слово исполняться. Я когда в потоке, я забываю слова. Вылетают у меня из головы человеческие слова. Вы о чем... То есть, у вас это в привилегии. О чем подумай только, пожелай, позволь себе жить в какой-то шикарной квартире, переехать в какую-то страну шикарную, там, где ты давно мечтала, научиться водить. Да, у тебя это может и реализоваться, только, ну, вот захоти. Не отметай вот это. Ой, это для меня нереально. Денег нету, нету возможности. Для тебя это все реально. Просто подумай это. Скажи, мне можно, я хочу. Все. Мне можно, я хочу. У меня это будет. Дай разрешение этому. Дай этому разрешение. С твоего позволения это происходит. Будет происходить. Ваше предназначение какое. Справедливый вы человек. У вас очень развито вот это чувство долга. Знаете, вот вы кидаетесь защищать сырых и убогих, но о себя не защищаете. Да, уходите в минус, за всех кидаетесь защищать, а о себя не защищаете. То есть, ваше какое предназначение защищать, да, помогать, но тут вам говорят о справедливости. Ты должна думать, кому помогать, надо ли этому человеку действительно помочь. Если это какой-то человек, он страдает алкоголизмом, он просит у тебя денег. То есть, подумай, нужно ли давать человеку, который страдает на зависимость, деньги. Ему это реально надо, а он еду купит или что-то на другое потратит эти деньги, да, понимаете. Хочешь ему помочь, дай ему еды. Хочешь ему помочь, предложи пройти лечение, если он хочет. Если он хочет, заставлять человека не надо. Все, только начинаешь давить на человека, заставлять его, наставлять, учить его уму-разуму. Говорить, что вот ты неправильно живешь, ты неправильно поступаешь, а вот послушай, что я тебе говорю. Ты послушай меня, все. Вы нарушаете справедливость. Если человек у вас не просит, вот помоги мне, я хочу вылечиться, я не знаю, как это сделать, у меня нету сил, у меня нету денег. Вот я хочу действительно вылечиться. Тогда в таком случае вы можете кидаться ему помогать. Определить куда-то, чтобы он полечился, или к психологу, чтобы походил, ну и так далее, и тому подобное. Если у вас человек не просит, его устраивает, как он живет, это его выбор, это взрослый человек. И вы навязываете ему свое мнение, как бы вам там ни было больно, обидно, печально, вы нарушаете справедливость. Вы нарушаете свободу воли этого человека. Если он так живет, значит ему так нравится. И значит ему так нравится. Потому что, ну например, это тот же взятие, как человек страдает алкоголизмом. Но с одной стороны, он же убегает, почему в этот алкоголизм? Для него это прекрасная возможность уйти от ответственности. Не работать, не оплачивать квитанции. Долги свои не отдавать. И он уходит в алкоголизм, это такой прекрасный мир иллюзий. Ты напился, все, и проблем нету. Все, нету проблем. И от тебя никто не будет требовать. Ну потому что что с тебя взять? С тебя взять нечего. То есть для человека это легальный, легальный, официальный способ уйти от ответственности. Понимаете? Люди делают то, что они делают, потому что им это нравится. Они прекрасно понимают, зачем и для чего они это делают. Пьющий человек прекрасно понимает, зачем он это делает. И ему это нравится. Он уходит от ответственности. Ну и тут можно, тут же согласиться невозможно, да? Ну реально. Это же очень удобно. Ты живешь, ни за что не отвечаешь. От тебя ничего не ждут, не требуют. Потому что, да, опять же, что можно взять? Ну что ты от него возьмешь, от алкоголика? Очень удобная позиция. Поэтому отъебитесь от этих людей. Отъебитесь. Спасайте себя. Свою жизнь устройте. А тут вы, получается, да, вы справедливый человек. Но вот, возможно, вы западаете, начинаете уже причинять добро. Добро причинять. Да, это звучит, как вы причиняете зло человеку. Ему так нравится. Отъебитесь от него. Вот на это вот. Вроде, с одной стороны, для вас это дар. Вот это справедливость. То, что вы можете помогать людям. Но с другой стороны, тут для вас, вот говорят, будь очень осторожна. Думай. Кому нужно действительно помочь. Кто в этом нуждается. Кто возьмет, примет твой совет. А кто нет, кто пойдет мимо. То есть он просит деньги просто на очередную бутылку, например. Просто похмелиться. То есть думай, давать ему деньги или нет. Или жестко тут надо, жестко. Человеку нужно позволить вот этот свой урок пройти. Он, поверьте, когда человек наестся вот этим, своими проблемами, он возьмет себя в руки. Он сам себя возьмет в руки. Так, ладно, все. Давайте на этом я буду заканчивать. Тоже очень сильный, мощный расклад получился. Очень много для вас информации. Кому надо, тому надо. Кто возьмет для себя эту информацию. Я на этом заканчиваю. До новых встреч на новых раскладах. Вам всех благ.